Чуть более 20 дней назад компания NVIDIA представила свою новенькую карточку среднего сегмента GeForce RTX 2060. И, естественно, уже появилось множество комплексных обзоров с кучей тестов, графиков и всего остального. Карту и разбирали, проверяли и осматривали вдоль и поперек. Поэтому от нас вы скорее увидите обзор совет, есть ли смысл в этой карте и нужно ли покупать RTX 2060. Продается она пока еще в единственном 6 гиговом варианте. И по всей своей сути это, можно сказать, полноценная замена 1070 и практически аналог 1070 Ti. Да, по той же цене и памяти у нас меньше, но ведь это уже RTX, построенная на архитектуре Тьюринг, с соблюдением 12-нанометрового техпроцесса, плюс 240 тензорных ядер, благодаря чему можно будет использовать DLSS. А также самое главное, это 30 RT ядер, дающие трассировку лучей, которая пока еще имеется лишь в некоторых игрушках, но со временем станет важным дополнением каждого ААА проекта. То есть мы получаем видеокарту от зеленых 20-го поколения, выпущенную в начале 2019 года, с поддержкой всех последних технологий, и эта 60-ка на уровне Ti-версии 70-ки прошлого поколения. Как по мне, достойный переход, особенно если посмотреть на цены в магазинах. В том случае, если вы хотите купить максимально дешевую 2060, то нужно обратить внимание либо на Computer Universe, где вполне реально за 22,5 тысячи рублей приобрести RTX 2060, либо от Gainward, либо именно 3D, или же даже Polite. Я бы, конечно, выделил последнюю, но тут уже, как всегда, вопросы к вам. В принципе, накинув пару тысяч, можно уже взять куда более интересный, Zotac или же Gigabyte. А что самое главное, даже с учетом того, что беспошлиные ввозы с 1 января 2019 года в РФ ограничили до 500 евро, именно 2060 становится той самой карточкой, которая без проблем доедет и не придется никому ничего платить за растаможку. Однако, в том случае, если вы хотите купить ее все-таки в наших российских магазинах, то самые дешевые варианты можно найти либо в Мегабите, либо в Регарде. От 25 до 27 тысяч вы сможете приобрести либо Polite, либо же Inno 3D. А если потребуется купить что-то более интересное, например, MSI или Gigabyte, то придется еще добавить пару тысяч. И в самом крайнем случае, если вы, например, не хотите связываться с Мегабитом или Регардом, в DNS и Ситилинке за 28-29 тысяч рублей все равно можно приобрести 2060 от Polite. Просто потому, что действительно у них самая низкая стоимость. И, наконец, если обратиться к барахолкам вроде Avito или Yula, также тысяч за 25 можно найти 2060. Но лично я бы этого не делал. Лучше переплатить пару тысяч и купить абсолютно новенькую карточку из магазина. Короче говоря, за 28 тысяч вы точно сможете приобрести 2060, где бы вы ни находились. У некоторых сразу же появляется вопрос, как, к примеру, на сегодняшний день в играх себя показывает 2060? И нет ли проблем с драйверами? Я отвечу, показывает отлично. Примерно процентов 10-15 разницы получаются с 1070 и 980 Ti. А отрыв от 1060 на 6 гигов более 30%. Если же обратиться к бенчмаркам, то 2060 в среднем показывает результаты процентов на 50 лучше, чем у 1066. Снова же неплохой отрыв от 980 Ti и 1070. И при этом почти везде идет где-то на уровне 1070 Ti. А иногда даже обходит 1080. Например, в Geekbench 4 в режиме OpenCL 2060 набирает практически столько же баллов, сколько и 1080 Ti. Обходя и Vega 64, и Titan X на Pascal, и само собой обычную 1080. То есть уже на сегодняшний день, даже при том, что драйвера далеко еще не самые оптимизированные, и со временем все будет только улучшаться, 2060 выдает отличную производительность. И это хорошее решение, как и для игрушек при Full HD, и даже, я бы сказал, при 1440 Ti, так и подначальный рабочий уровень, как карточка для вычислений. Хотя, конечно, майнить или же заниматься 3D-моделингом, мне кажется, на ней не так эффективно, как, например, на той же 1080 Ti, которая на БУ-рынке как раз-таки продается примерно за стоимость 2060. Но все мы прекрасно понимаем, БУ-шка это одно, а новая карточка с гарантией совсем другое. В совокупности всего этого, я бы сказал, что карта очень подойдет тем, кто, например, сидит еще на 9-м или даже 7-м поколении, так как, к примеру, я пересел с 980 Ti именно на 2060. Здесь и TDP почти в два раза ниже, и абсолютно везде она обходит мою Ti-ку. При том, что на выходе 10-го поколения, даже когда появилось 1070 Ti, я даже и не задумывался о замене. Проще говоря, всего-то через поколение вы получаете производительность на уровне абсолютного топа, или же даже аналог пред-топа прошлого поколения. И это всего-то за 350 долларов. А ведь я за 980 Ti на старте отдавал практически 800 баксов. Получается даже больше, чем просто выгодный переход. Но, например, тем, кто сидит на 1070 или даже RX 580, просто нет смысла задумываться о замене. Это скорее отличное решение под средне-высокую сборку с нуля, или же, если вы пользуетесь 1060 на 6 гигов, и пока еще они сильно не упали в цене, тысяч за 12 продадите, добавите десяточку и закажете себе 2060 с компьютер-юниверса. И, само собой, это не истина в последней инстанции. Все, как всегда, зависит от вас, поэтому отпишите в комментариях, хотите ли вы перейти на 2060, смотрите другие обзоры, изучайте информацию, а также обязательно подписывайтесь на наш канал и жмите на колокольчик, дабы не пропускать следующие видосы. Всем спасибо и пока!